Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Известные телеведущие Настя Ивлеева и Юлия Коваль очень любят путешествовать. Каждый уикенд они отправляются в один из самых интересных городов на планете. По правилам программы, одна из них должна прожить два дня на 100 долларов. Вторая может тратить неограниченные средства, которые хранятся на безлимитной карте. Чтобы решить, кто будет жить как миллионер, а кто учится выживанию, Настя и Юля бросают монету. И каждый раз все решают. Орел, решка! Все преимущества премиальной карты Майстеркард снова мои. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет, дорогие друзья! Это «Орел и решка. Девчачий сезон», Юлька Коваль и Настюшка Ивлеева, и мы в Африке. Я лично этому очень рада, потому что я была в Африке до этого и мне очень понравилось. Потому что Африка – это максимальный колорит, это животные, говаль, ты же можешь вот такого вот слона в жизни встретить здесь. Ага, ага. Ты можешь что-то вулкан увидеть. А природа какая просто невероятная. Да, букашки, мурашки, все, как я люблю, вот эти ящерицы, да. Короче, давай не будем терять времени и подбросим монетку. Давай, решка. Орел. Погнали. Ну-ка, 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 закрываем глазки, открываем. Кажется, кто-то поедет на сафари, и это может быть ты. Это я тебя бью сейчас, если бы я могла тебя бить. Все, пока. Пока-пока. Почему опять? Я по-бедному. Все как в жизни. Это невозможно. Танзания – страна на востоке Африки. Это земля бескрайних саванн, кипящих вулканов, древних племен и свободных животных. Треть всей территории Танзании занимают природные заповедники. И следующий уикенд я планирую провести в самом известном из них. Ну что, самое время отправиться в национальный парк, который называется Сиренгетти. Сиренгетти. Сиренгетти, да. Для этого я арендовала частные чартеры за четыре с половиной тысячи долларов. Всего час перелета и я должна оказаться в очень красивом месте. 50, 60, 70, 80, 90, 200, 200 тысяч, 210, 220, 230 тысяч шиллингов. И кто здесь еще по-богатому, по-бедному? Давай сейчас разберемся. Слушайте, ну я девочка амбициозная и планирую устроить себе африканское приключение не хуже, чем у любого богача. Поэтому первая моя остановка будет город Аруши. Посмотрим, что там. Есть несколько способов, как добраться из аэропорта в город. Первый – колоритный. Так, тук-тук. В прямом и переносном смысле причем. Никого нет. Стоимость 10 долларов. Anybody here? Кто драйвер? I need to go to Аруша. It's not working? А если я там похимичу, отремонтирую, я смышленая. Второй способ расточительный. 50 бакс. 50? 5-0. Ладно, мужики. Полисана. Ты видела, он мне сейчас просто сказали, давай, детка, пока. Это выглядело именно так. Ну и третий способ стандартный. Стоп, стоп, стоп. Вход с той стороны. Как пройти? Ну слушайте, автобусы, автобус. Кондиционер уже, считай, включили. Ну нормально. С высоты птичьего полета Танзания выглядит очень контрастно. Это сочные зеленые равнины. Выгорающие на солнце саванны. Бескрайние, просто космические озера. Покрытые изумрудной зеленью горы. И раскаленные действующие вулканы. Это вулкан. А самое главное, в Танзании самая высокая в мире концентрация диких животных на один квадратный километр. Я вам так скажу, друзья, такое, наверное, только в Африке возможно. Потому что, когда наш самолет приземлялся, прямо здесь, на взлетной полосе, если это можно так назвать, просто разбегались в стороны. Эти, как их, не косули, а эти… Антилопа. Да. Реально их было 10 штук и они просто вот так… Блин, круто. С окна пригородного автобуса Танзания выглядит не так впечатляюще. Слушайте, но первое впечатление, я именно так себе представляла дорогу из аэропорта в Африке. Просто выжженное поле, все такое вот пропитанное солнцем. Вдоль дороги то и дело встречаются одинокие автобусные остановки, пустые билборды и пасущиеся стада овец и коров. Но это меня не пугает. В эти выходные я придумала себе действительно интересное, уникальное задание. А я хочу подняться на единственный в мире содовый вулкан. Алдаиньо Ленгай – самый молодой и наиболее активный вулкан в Восточной Африке. Извергается он природной содой и залой, а его высота составляет почти три тысячи метров. И подняться на него – мечта для каждого любителя приключений. В общем, планы грандиозные, надеюсь справлюсь и денег хватит. А пока Юлька только строит планы, я уже добралась до своего отеля. Ну что, добро пожаловать в мой шикарнейший отель. Какая красота. Фор Сизон Сафари Лодж Серенгетти – самый роскошный и самый аутентичный отель во всей Танзании. Он отчасти напоминает музей. И здесь все вот с такими африканскими мотивами, что невольно ходишь и наслаждаешься вот этим вот колоритом. Боже, какой бар. Господи, я вообще в Африке. Спасибо. Этот отель находится посреди национального парка Серенгетти. И чтобы не тревожить дикую природу, практически все здания здесь построены на возвышающихся над землей платформах, которые соединены между собой деревянными мостиками. Блин, на самом деле я в шоке. Просто если ты летишь, допустим, на самолете, то ты просто не увидишь этот отель. Он настолько слит с природой. Вот эти все мостики, знаете, как хамелеон. Все просто под цвет. Я не выхожу из состояния шока. Это все настолько гармонично, настолько едино. И это потрясающе. Но и это еще не главная фишка отеля. Поскольку в Африке животных подкармливать категорически запрещено, я думаю, это логично. А отель построили вокруг водопоя. То есть все животные приходят попить водички и таким образом туристы наслаждаются естественной флорой и фауной. Да? Флорой и фауной? Флорой и фауной. Ой-ой-ой-ой-ой! Чтоооо? Господи, тут людей я не могу орать. Чтоооо? Слишком красиво, чтобы быть правдой. Они просто как по заказу пришли. Такой славной кучкой и красуются во все стороны. Это просто невероятно. Это просто самый лучший отель, в котором я когда-либо была. Это самый лучший перформанс, который представляет отель. Самое лучшее развлечение и самая красивая картинка эвер. Час езды на автобусе и вот я в городе Аруша. Аруша средний по крупности африканский город. Здесь живут около полумиллиона человек. Несмотря на внешний вид, он считается важным дипломатическим центром страны. Живет город в основном за счет туристов, для которых Аруша всего лишь перевалочный пункт на пути к танзанийским природным достопримечательностям. Вот эта башня с часами является символом города и как бы показывает, где самый центр Аруши. Если честно, ловить здесь нечего. Ну максимум красивые фиолетовые листья на деревьях. Поэтому перекушу и едем на вулканы. А я тем временем наконец добрела до своих покоев на территории отеля. Итак, добро пожаловать. Ближайшие два дня моим домом будет президентская вилла стоимостью 11 тысяч 400 долларов в сутки. Друзья, ну честно говоря, у меня сейчас складывается такое ощущение, что я не пришла к себе на виллу или в номер. Такое ощущение, что я пришла в еще один отель. Мне нужно дойти до еще одного ресепшена, чтобы уже дойти до своего номера. Потому что он просто огромный. Площадь виллы – 242 квадратных метра. И чего здесь только нет. Вот гостиная в стиле фильмов про охотников за сокровищами. С винтажной мебелью, шкурами животных и антикварными статуэтками. Обалдеть, реально все такое вот тупо африканское. Вот эти коричневые кожаные диваны, ковры. Вот уютный кабинет. Я хочу останавливаться на каждой детали. Это все действительно напоминает мне фильмы, которые я смотрела в детстве. Когда действительно отправлялись какие-то экспедиции. Сидели вот люди в этих шляпах соломенных писали, записывали все эти конспекты, что они видели. Как они знакомились с дикой природой. Это все конечно потрясающе. И здесь кажется как будто вот немножко время замерло и все вот оно вот оно вот так вот. А вот одна из трех ванных комнат. Невероятно красиво, еще выход на террасу. Можно принять душ на улице. А еще на вилле сразу три спальни. Две гостевые и моя, хозяйская. Ребята, ваша королева, королева Африки Настюшка опасность. Окей, Настюшка Африка будет просыпаться вот здесь. Но главная изюминка виллы, конечно же, вид. Я выхожу на балкон своего номера, я не знаю, виллы. И вот она дикая природа, дикая Африка. Дикие животные, которые сами по себе, они не в клетках, не в зоопарках. Короче, официально заявляю, за 4 года, ну или может быть за 3,5 года путешествий вместе с Орлом и Решкой, Танзания, это Африка, этот номер. В общем сейчас все, что со мной происходит, это полный шок. И пока что это самое невероятное, красивейшее и лучшее, что со мной случалось в этом прекрасном шоу про путешествия. Лучшая вилла, конечно же, почему бы и нет, если есть такая возможность. Оп, пару секунд и все готово. С премиальной картой Мастеркард открываются любые возможности. И с ней ты без проблем получаешь все самое лучшее. В поисках еды я пришла на местный рынок на окраине города. Пойдемте купим что-нибудь или хотя бы попробуем. Чем на этом рынке только не торгуют? Веревками из бараньей шерсти, всевозможными тканями, животными и даже солнечными батареями. И тут же рядом продают тапки из автомобильных покрышек. У меня есть идея, а что если мы с вами купим одни такие тапочки для моей соведущей? Настюха там сейчас за стиль топит, красиво одеваться стала. Так, I have 4$. I need to buy any, any-any-any тапочка. Any. Ладно, тогда если с тапками не срослось, потом куплю себе банан. Поеду дальше? Что? Как много? 2 тысяч. Самое хозяйственное тут. Ой-ой-ой. Окей-окей. Все-все-все. 2 тысяч. Окей. Все, вот так торговаться легко, когда нож в руках. Ааа. 2 тысяч. Окей, половина. Вот это женщина, вот это характер. Пока доставала деньги, так бананчики раз-раз меньше и меньше-меньше. Окей. Ну хватит нам с тобой, Олеж. Окей, так. 1 тысяч. Спасибо большое. Ой, какой сладкий бананчик. Ой-ой-ой, Олеженька. Ой, сейчас расскажу тебе, какой вкусный. Ну что, дорогие мои хорошие, самое время отправиться на сафари. Джамбо. Кстати, как видите, платье я выбрала подходящее. Главное развлечение у богачей в Танзании – это, конечно же, сафари. И лучшего места для этого, чем парк в Серенгете, не найти. Ведь его экосистема старейшая в мире. Она не изменилась более чем за миллион лет. Здесь обитают более 70 видов редких животных и 500 видов птиц. Вы понимаете, что я увижу животных в естественной среде обитания, без всяких клеток, загончиков и так далее. Я на самом деле в диком предвкушении. И я слышала много ситуаций, случаев, что это опасная история. Что прямо львы могут наброситься на машины, растерзать туриста. Но я надеюсь, с нами это не произойдет. Но мы максимально близко увидим всех этих африканских животных. Как оказалось, рейсовых автобусов к вулкану в Аруше нет. Поэтому остается надеяться только на автостоп. Ну а че нет? На мотоцикле вместе бы прокатились, ветерко. Вот была бы я водителем из Танзании и увидела бы такую, как я на дороге, я бы сто процентов останавливалась вообще без вопросов. Пока Юля пытается хоть что-то увидеть и куда-то добраться, я на сафари уже увидела уйму редких животных. Антилоп, косуль, жирафов, страусов, зебр, крокодилов. И даже гепарда. Посмотрите, какой малыш. Это же гепард, настоящий гепард. Но мечта любого участника сафари увидеть знаменитую большую африканскую пятерку. Это 5 самых крупных и опасных жителей саванны. Носорог, слон, буйвол, лев и леопат. И я планирую собрать полную коллекцию. Ребята, кажется, лев и первый лот. Дикие львы. Настоящие дикие львы. Львов считают царями животных. Их рычание слышно на расстоянии до 8 километров. Интересно, что в прайде охотятся в основном львицы. В то время как самцы отдыхают. И вообще львы – самые ленивые африканские хищники. На сон у них уходит до 20 часов в день. Мне определенно нравится начало моего сафари, потому что первое животное в пятерке топ-5 мы повстречали. Хотя это ленивые, обожранные, сытые, спящие львы. Но это же львы в Африке, поэтому погнали дальше. Стоило проехать всего пару километров, как снова остановка. Ну что, номер два в моей пятерочке – это слоны. Африканские слоны – официально самые крупные животные на планете. Считаются долгожителями, ведь в среднем живут до 70 лет. А еще у них отличная память. Слоны на протяжении десятков лет могут помнить своих врагов и друзей. Если у меня с Решкой дальше не сложится, в National Geographic я готова пойти. Пожалуй, сниму документальный фильм про слонов. Еще пару километров и вот мой номер три. Это буйвол. Африканские буйволы – зверепы. Они убивают чуть ли не больше людей, чем все другие представители местной фауны. Поэтому их до сих пор не приручили. А еще буйволы хитрые. Получив ранение, буйвол может притвориться мертвым. А потом – контратаковать. Когда мы к ним подъезжаем впритык, до нас им нет вообще никакого дела. Они даже не интересуются нами. Боже, какой красивый. Четвертый зверь моей коллекции тоже не заставил долго ждать. Леопард. Ура, я нашла животное, которое похоже на мое платье. Леопарды выслеживают своих жертв с помощью слуха. Потому что способны слышать на несколько километров. Они единственные кошачьи, которые затаскивают свою добычу на дерево. А еще пятна у всех леопардов уникальны. Четыре. Осталось пятого увидеть носорога. Потратив уйму времени на попытки поймать попутку, я решила понемногу направляться в сторону вулкана на своих двоих. Может вернемся обратно в аэропорт? У меня уже попа накачалась. Но когда я уже была готова сдаться, мне повезло. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это наш шанс. Я не знаю, я готова перекрыть дорогу. Пожалуйста. Я прошу, остановитесь. Блин, он так несется с ума сойти. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Аллилуйя. Хеллоу. Боже, я готова вас сейчас расцеловать, я вам клянусь, а… Ребята, мои молитвы услышаны. Слава тебе, господи. Все, едем, дайте вам здоровье, люди добрые. Нет, ой! Ехать до вулкана несколько часов, поэтому можно позволить себе вздремнуть. Ты тоже, Олеж, посмотри. Но не тут-то было. Мы сейчас находимся на блокпосту, который принадлежит местным Масаям. Правительство никак не борется с тем, что происходит, а происходит следующее. Ребята организовались, поставили себе здесь домишку, живут и срубают деньги с туристов, которые сюда приезжают. Типа налог на путешествия по этим землям. Что делать? За красоту приходится платить? Вопрос сколько? За проезд дальше мне пришлось отдать 35 долларов. Надеюсь, больше таких неожиданностей у меня не будет. Несмотря на мои попытки собрать всю большую африканскую пятерку, носорогов я так и не повстречала. Но мой гид, увидев, что я расстроилась, решил показать кое-что другое. Ну что, дорогие мои хорошие, я приехала посмотреть на самое опасное животное Африки. Погнали. Хоть бегемот не относится к большой африканской пятерке, он считается одним из самых крупных и агрессивных животных Африки. М-м-м-м, какие они милые, м-м-м, посмотрите, какие милашки, ребята, это бегемот. По статистике, от нападений бегемотов в Африке гибнет больше людей, чем от нападений львов, буйволов или крокодилов. На самих бегемотов другие африканские животные нападают реже всего. Видимо, срабатывает инстинкт самосохранения. Самец бегемота может запросто прокусить трехметрового крокодила. Сила их укуса составляет двести тридцать килограмм. Вы только вдумайтесь, а пасть они могут раскрыть до ста двадцати сантиметров. Более того, хоть бегемоты и выглядят как ленивые неповоротливые пупсы, это далеко не так. В поисках пищи эти прекрасные создания могут пройти десять километров и разогнаться до тридцати километров в час. Сейчас меня спасает лишь то, что я приехала в разгар светового дня. Это очень-очень-очень жаркое время для них и в основном, видите, они все время проводят в воде. Но они за мной очень внимательно наблюдают. Конечно, если бы сейчас был вечер, то бежали бы мы отсюда с голой жопкой впереди планеты всей. На самом деле эмоции просто зашкаливают, потому что я увидела самое опасное животное Африки еще и буквально вот в тридцати-двадцати метрах от себя. Так, все, можно валить отсюда. Вот он, этот вулкан, на который я собралась. Но подниматься на него можно только ночью, ведь днем на его склонах царит адская жара. Плюс мне еще надо найти проводника, без которого такой подъем попросту невозможен. Поэтому пока что у меня чуть-чуть другие планы. Проводника я пришла искать в деревню Масаев. Масаи издавна полноправные хозяева здешних земель. В качестве одежды носят яркие покрывала. Украшениями им служат огромные бисерные ожерелья. Занимаются выращиванием коз. Пьют, моются и стирают в одной реке. А живут вот в таких хижинах из навоза и палок. В общем, мы с вами в типичном масайском доме. У молодой девушки на спине маленький ребенок, который тоже живет здесь. Это плита, судя по всему, три камня, где разжигают костер. Кровать. И пахнет, честно сказать, как кашками. Ох, душесчипательные, конечно, здесь такие можно истории увидеть. Но, ладно, давайте к делу. Мне нужен масай, который проведет меня на вершину вулкана, у подножия которого живет эта масайская деревня. Осталось найти этого классного парня и можно планировать вечер. И это не то, о чем вы подумали. Водить туристов на вулкан – один из основных доходов масаев. Поэтому гида я нашла быстро. Все, дело в шляпе, ребята, я договорилась. Вечером идем на вулкан с настоящим масаем. Ребятушки, это был просто амейзинг дей, амейзинг дей, амейзинг дей. Спокойной ночи, мои хорошие, или, как говорят местные, усику мэмуа. Ой, короче, спокойной ночи. Ребята, сейчас у нас с вами состоится очень серьезный разговор. Я думаю, что каждый из вас понимает, насколько опасен подъем на вулкан. Насколько серьезно надо отнестись к этому мероприятию. Температура в какие-то моменты может опуститься до нуля и можно просто замерзнуть в Африке. Представляете? В общем, если вы решитесь на подобное приключение, вы должны быть хорошо подготовлены. Хорошо, что у меня есть все с собой. Трекинговая обувь, шлем, теплая кофта, куртка, шапка, трекинговые палки, перчатки. И самое главное. Это на другой случай, это в следующий раз нам пригодится. Все, это обратно положим. Ладно, шучу. Аренда экипировки и услуги гида обошлись мне в 45 долларов. Ну все, вроде бы все основное при мне, поэтому быстренько переодеваемся и путь в дорожку в славную. Ну что, палки взяли, шлемы взяли, хорошее настроение взяли. Погнали. Энтузиазм пока есть, нормально. Первое впечатление – очень темно. Путь нам с гидом Масаем едва освещают фонарики на шлемах. Ну, поначалу это похоже на пробирание через огород после дискотеки к бабушке на дачу. Ну а точно не на восхождение на вулкан. Все в зелени сухой. Вообще ничего не понятно. Где мы, что мы? Но то, что мы уже на вулкане, не заметить невозможно. Слышите? Все, начался вулкан. Звук такой глухой, как будто бы там прям пустота под камнем. По самому вулкану идти труднее в разы. Во-первых, чем выше, тем сильнее ветер несет сверху пыль и сажу. Кошмар. Ой-ой. Просто идешь по пыльной дороге и дышишь пылью. Все, все впечатления от подъема. Во-вторых, очень крутой угол подъема. А ты, Юля, как хочешь сама, да, так и залезай. Ладно. Я не гордая залезу. И в-третьих, с каждым метром все холоднее, а сил все меньше. Я очень замерзла. Господи, дай сил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несколько часов изнурительного подъема и одну из темнейших ночей, что я видела, сменило утро. Самое страшное утро в моей жизни. Ведь с рассветом стало понятно, что я лишь на середине пути. Сверху – отвесная скала, с которой то и дело летит пыль и откалываются камни. А снизу – полутора километровая пропасть. Как потом слезать? Я боюсь высоты туда. Ой-ой-ой. Посмотри, какую обувь. Мы не слезем отсюда. Я боюсь высоты. Я знать не знала, что я ее так боюсь. Это полный капец. Доброе утречка. Вот так вот должно начинаться утро в Африке, дорогие мои хорошие. В парке Серенгетти помимо обычного сафари можно отправиться еще и на воздушное. Поговаривают, с неба намного выше шанса навстречать редких и необычных животных. Да и сам по себе полет на воздушном шаре в Африке – это необычайно красивое зрелище. Ничего подобного в жизни просто не видела. Это невероятно. Я не верю своим глазам. Мне кажется, что меня сейчас кто-то ущипнет и я должна проснуться. Офигеть. Господи, посмотрите, как красиво. Я не буду смотреть назад. Я не знаю, как мне спускаться. Я не знаю, зачем я это сделала. Я больше никогда в жизни этого не повторю. Эти шесть часов я провела словно в сковороде на медленном огне. Из меня вышли все соки. И эмоции тоже. И все ради вот этого. Оо, жизнь! Фуууууууууууууууууууууууууууууууууу-ууууууууу/. Жесть. Олдейни Алингайи с языка Масаев переводится как Божья гора и каждое извержение они считают Божьей волей. Последний раз вулкан извергался в 2013 году и ученые говорят, что он может вспыхнуть снова в любой момент. Самое интересное, местные с нетерпением ждут этого извержения. Ведь лава вулкана не опасна, пока дойдет до подножья – остынет. А в остывшем виде из-за переизбытка соды – это отличное удобрение для почвы. Это очень красиво, но я думаю, что этого не стоило, честно. Не спать, переться сюда автостопами, опять не спать, всю ночь сюда идти и потом вот так вот просто стрессануть. Это жесть. Фишка полета на воздушном шаре над саванной в том, что вы не взлетаете супер-высоко. Но при этом все животные у вас как на ладони и кажется, что до них можно просто дотронуться. Ты прилетаешь над деревьями и можешь заглянуть в гнездо птицы. Или, например, проследить, куда направляется семейство слонов. Посмотрите, какие они красивые, они такие упитанные, здоровые, такие дурачки, такие же опасные морды. Они еще оборачиваются, смотрят, типа, что происходит. Или же понаблюдать за легендарными африканскими газелями. А че они, оказывается, так высоко прыгают, я просто фигурую. Я знала, что большие газели высоко прыгают, а маленькие вот эти шкейзики, они просто высоко прыгают. И самое главное, что заскучать во время такой прогулки просто невозможно. В бегемотов сменяют слоны, затем появляются жирафы, потом буйволы. Следом ты где-то вдалеке замечаешь антилопы. Короче, я вам на самом деле ожидала, что мы увидим каких-то животных. Опять-таки же, я думаю, что мы будем сверху всматриваться в маленькие бегущие точки. Но, друзья, мы, наверное, просто всех животных, которые есть в Африке, мы их увидели. Ну не считая львов. Я даже маленького этого леопарда видела. Саша, честно. А мои злоключения на вулкане продолжаются. Ведь спуск вниз считается сложнее и опаснее, чем подъем. Во-первых, от высоты постоянно кружится голова. Главное просто не смотреть вниз и все. Это единственное, что может спасти. Во-вторых, ты хочешь идти быстро, чтобы все это как можно скорее закончилось. Но спешка может обернуться трагедией. Просто чтоб еще когда-нибудь, ни за какие деньги, ни за какие гонорары, ни за какие премии, ни за что на свете я это не повторю. И в-третьих, с каждой минутой солнце начинает припекать все сильнее. Хочется есть, а главное пить. Это самое жесткое, что я делала в жизни, клянусь, самое тяжелое. Но когда сил уже не остается даже на страх, наступает просветление. И ты понимаешь, ради чего тысячи туристов едут сюда и проходит этот ад. Слушайте, ну вот эта долина, она по красоте не уступает ничем, не знаю, там, большому каньону, гранд-каньону, да, или каким-то другим местам, у которых просто энергетика невероятная. Я, если честно, довольствовалась бы и вот этим видом и не лезла бы туда наверх. Но кто знал, кто знал, все же в ночи было. Но масштаб невероятный. Дорогие дамы и господа, поистине уникальный и всеми любимый момент. Прячу для вас хрустящие, манящие сто баксов. Но в этот раз клад будет спрятан необычным образом. Потому что я не хочу, чтобы вас сожрали прекрасные, великолепные животные на сафари. И из машины вам вряд ли разрешат выходить. За сотни баксов в Танзании отправляйтесь в национальный парк Серенгетти. Там езжайте в отель Four Seasons Safari Lounge Серенгетти. И сразу же идите на ресепшн. Чтобы забрать заветный клад от Настюшки и королевы Африки, назовите пароль. И если будете первыми, бутылка со 100 долларами ваша. Итак, внимание, пароль Анастыши Ивлеева Денджерос. Best of the best of all the world. And Ariel and Reshka. И бутылочка ваша. У подножья вулкана есть еще одна уникальная танзанийская достопримечательность. Озеро Натрон. Одно из самых мистических озер на планете. Все живое, что попадает в его воды, мгновенно умирает. Местные считают, что озеро населено злыми духами. А ученые объясняют это наличием в воде химического коктейля. И соли, соды, щелочи, серы и фосфора. Удивительно, но именно это место облюбовали тысячи фламинго для выведения своих птенцов. А все потому, что островки посреди смертельного озера – это единственное место, где их потомство может быть в безопасности от посягательств африканских хищников. Ну а я продолжаю пребывать в полном балдеже и кураже. Сейчас я приехала на ужин и не абы куда, и даже не в ресторан, который находится внутри отеля, а в ресторан, который построили только для меня. И притом со всеми атрибутами, присущими стационарным ресторанам. Кухней, баром, несколькими зонами отдыха и даже туалетом. И спешу рассказать вам, что это не яма. Опять-таки это не яма с лопатой, это туалет. Но самое главное, что здесь есть столик с видом на саванну и гуляющих по ней диких животных. Боже, какой сервис, друзья, ну это просто… не могу поверить. Вот все оно происходит, я уже не первый час здесь, не первый день, а все… не перестаю удивляться. Шеф-повар пообещал мне, что удивят меня и блюда, которые он подаст. Сперва мне принесли закуски. Шпажку с сыром фета и арбузом. Пробуем. Очень интересно на вкус, потому что арбуз перебивает сыр и сыр перебивает арбуз. И вот они борются у тебя во рту в беспощадной битве и никто не победил. Ничья. Следующее блюдо – кокосовый суп-пюре со слоеными булочками. Такой, знаете, больше какой-то десертный, нежели чем такой, знаешь, горячий, чтобы там в обед покушать. Боже, господи Иисусе. Тут бекон и сыр, булочка хрустящая, воздушная, нежная. Почему все вкусное такое вредное? Ну и гвоздь программы – мясной ассорти с морепродуктами. Боже, ребята, я не знаю, что там у Мишлена, как там дела с этими звездами, с этими ресторанами, со всеми понтами. Я вот сейчас сижу в Африке, значит, смотрю на диких животных, ем курицу. И она очень вкусная. И креветки очень вкусные. И вообще здесь готовят просто потрясающе. Потрясающий сервис, потрясающая кухня. Танзания впечатляет и ошарашивает. Она умиляет и пугает. От ее красоты можно заплакать. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. Боже, какой бар. Господи, я вообще в Африке. Давай, детка, пока. И первый лот. Дело в шляпе, ребята, я договорилась. Ура, я нашла. Аллилуйя. Это невероятно. Это самое невероятное, красивейшее и лучшее, что со мной случалось в этом прекрасном шоу про путешествия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, а как там Коль? Я что-то совсем не подумала? У меня же не будет возможности встретиться. Надо хоть позвонить, узнать, как у них дела. Не то, чтобы мне сильно интересно, но мы же вроде подружки. Да и программа обязывает. Не берет трубку. Как же я переживаю. А вдруг что-то случилось? Вдруг что-то пошло не так? Может ей нужна помощь? Может ей нужны деньги? Может ей нужен друг? Может ей нужна я? Да? Узнаю, когда посмотрю программу. Ну а с вами, друзья, увидимся в следующем городе.